разобрали линию на кхл на третье число ищу капера аналитика на нхл вся информация будет в конце видео и конечно же экспресс коэффициентом 13 всем приятного просмотра всем здорово пацаны соберем сегодня разберем точнее матчи на третье число я лично буду ординарами заходить и как бывших мне экспресс конечно я просто хочу реально ну может тоже соберу что-нибудь если будет нормально сейчас все вместе будем смотреть котировки первый матч у нас первый матч у нас автомобилист амур ну что ты можешь сказать автомобилист да несмотря на то то что там есть и травмы и так далее но команда хорошая последний матч забрали победу а по поводу амура ну говорить на самом деле тоже нечего все время как-то на них надеешься надеяться последнее время вроде там губернатор ходит на хоккей любит хоккей складывать деньги но как все пишут то что ими нужно уметь еще пользоваться просто набирать любви всех всех подряд давать всем хорошую зарплаты наград этого не меняется и конечно у них вот так вот брод хардс или как брод хардс брод хардс который травмировался не прям очень подвел команду и перестали играть то что холчёву не хватает этого центра хорошего который будет там хочу вообще когда забивал последний раз давно но вот он в прошлом матче очко набрал пас отдал должно конечно немножко его взбодрить но ему реально не хватает центра которому можно отдать который умеет забивать и который его может подать поэтому тут не будем выдумывать есть итоговая за 140 смешно в основное за 177 более амур играет в гостях автомобили всегда играть хорошо дома и примерно с таким уровнем соперника обычно хорошо и спокойно расправляется давай возьмем автомобили сдают на 2 и 5 больше сколько как вариант за 187 нормально кстати вообще против амур и я думаю через стоял выиграют а давай возьмем посмотрим я не знаю по поводу всех пока вот эти ставки не проиграют и общий тот у надо в большинстве есть реально давай тогда вот это и посмотрим исход индивидуальный попал допустим победа и лишь тут тоже 2 и 5 ну и какой-то хороший как да да не проиграет индивидуальный только больше двух с половиной за 1 92 либо победа не раздавая 5 больше за 28 я попробую рискнуть и возьму именно такую ставку победу прям потому что мы должны не выиграть в основном дома неряне очень хорошо играют и два с половиной больше поскольку будет по-любому большинство и вот как помню смотрел там все домашние игры прям очень хорошо разбирается где-то просто там играет на кейф и на представление когда дают в общем вот эту ставку заиграю победу индивидуальный попал за 2 18 следующий матч у нас завтра завтра агбарс северсталь ну блин по поводу агбарса выиграли наконец-то домашняя серия первых продолжается первый матч они выиграли амура 51 мы заходили на приставку бесплатно давал не проиграет и индивидуальный тотал больше два с половиной зашла ставка грубо говоря уже в первом периоде был 31 счет оставалось только дотянуть до конца игры поэтому переходите telegram то еще не в курсе там мы заходим на бесплатные ставки я частенько выкладываю делаем кент розыгрыш просто рассказывать про свою жизнь так что газуйте буду вас всех рад там видеть и по поводу северстали мне кажется что все так что тоже много там пишут то что все их переоценили команда конечно в лучшую сторону строится развивается но есть большие проблемы точно мало времени прошло что за лето там как команду ты делаешь там из совать говна как будет конфетку но есть куда им стремиться но это будет не сразу же не за сезон не за два месяца поэтому часто они попали в такую просадку и честно говоря от них ничего прям особого не жду и уже и так голы не забиваются как раньше все нелегке видимо каких-то эмоциях были сейчас уже появились проблемы и я к барсу нужно кусаться там за первые места что тоже проваливаются сейчас выиграем домашнюю серию точно тарабанит по полной и будет настраивать только на победу кто-то тоже не особо хочется заигрывать потому что агварс такая команда которая может выигрывать через здесь согласен там в большинстве там две-три забьют там еще ладно для себя сразу есть а поставочка я не знаю я немножко под это то что все матчи ними очень и уже четыре подряд там два сезона играют в овертайме но я думаю тоже новый сезон северсаль полностью новая как барс может ничего не там особо не поменялось но состав сами все знаете должны они спокойно разбираться индивидуально только посмотрю конечно думаю внутри больше за 1 75 смысла нет мне кажется здесь больше даже возвратом партнер естественно ну да возможно так и что ты думаешь минус 1 наверное возьму за 182 тоже конечно может быть сыграют там в одну шайбу но вряд ли мне кажется тут будет и тем более козырь да там снимается это ряд за 5 минут до конца из там проигрывают не стесняется и пытается сравнивать счет как вариант если даже будет в одну шайбу пустые ворота гол за 182 беру форум минус 1 акбарса и последний матч у нас торпеда нижний новгород авангард смотрел матч авангарда ну выиграли да нет с китайцами с этими бедными в овертайме выигрывали опять все проиграли ничья в основное время и только в овертайме смогли выиграть ну не знаю авангард как-то все в него верят я пустую я вижу если вот адекватно судить команды если честно то не знаю по моему нужно там не знаю что-то менять как вариант тренера не знаю может он конечно ни при чем но есть большие проблемы не хватает я прочитала тоже не согласен полностью что не хватает центра первое звено то есть пкачёв буше да они в порядке они реально там делают результат но им не хватает центрального именно топового то есть сначала кто там был у них пулер пулер дабы на прошлом матче поменяли ну как бы не знаю то ли они не форме то ли просто не подходят по силе игры и не не складывается эта химия забили да там большинстве вроде в равных неплохо смотрелись но хочется от такой команды вангард тоже топ команды по сути там и бюджеты и так далее хочется видеть реально какого-то супер топового центра который и тройку это чтобы она всегда мелькала там бомбардировки так далее пока этого нет и команде такое настроение это вижу то что не очень поэтому я здесь заиграю торпеда торпеда проиграла последний матч сочи в такой вроде сначала плотненько шли потом просто взяли отдали с третьем периоде но ничего бывает не знаю смотрите торпеды 172 в матче победы авангард 213 как вариант посмотришь из total и total торпеда 2 и 5 за 183 я на это и возьму потому что авангард умеет себе привозить плохо играет в обороне то есть с ротарем вот смотрел они играли с китаем вроде должно быть дофига уверенности то есть ну как китайцы вроде они в порядке авангард ну вратаря так трясет я не знаю любой бросок он там не уверенно как тогда то есть видно в нем то что в нем нет уверенности поэтому возьму за играю 2 и 5 больше тем более торпедовцы точно будет злые блин ну чё проиграли у себя дома сочи до команде вроде бы до сих пор все равно думать сочи то что это да и проиграли как 5 2 проиграли точно будет изобилие 2 кстати о чем у вас там гриндов что торпеда много забивает чересчур на тоже понимаем потом кстати да так веда да вот в каждый выпуск говорим то что торпеда забивает ну как будто бы они должны меньше забивать они забивают да но в равных составах особо нет такого знаете преимущество преимущество может и есть но кстати я все равно заберу 2 и 5 больше то что вышел сейчас кручинин вот они собирали хорошую игру понятное дело то что он пропустил месяц он такой немножко потерянный но это наверстывается через игры поэтому надеемся хотя бы на 1 2 гола от их звена и там какой-нибудь аданасов еще забьет одну и тем более против авангарда не думаю что будет сидеть в обороне так чего-то бояться это торпеда которая должна там играть и забивать голы так все я три матча собрал я все поставлены ординарами спокойненько чтобы вот это знаешь я думаю уверен то что многие не слушают повторяют за мной эти экспрессы я вам говорю сразу то что я ставлю для интереса для того чтобы не было удобно смотреть вам категорически не советую поэтому я в это выпуске тоже поставлю ординарами чтобы подел если кто-то хочет поддержать поддерживали меня именно ординарами и тогда тебя сейчас еще прессик но от меня давай сразу пойдем вот мне торпеды до вода торпеда ангар я наоборот думаю на самом деле я взял здесь т.м. какой дают 5 5 из 1 65 5 1 90 ну то есть страшно братья 5 меньше из торпеды как за 1 90 они да конечно торпеда всегда страшно брать т.м. и авангарчу такая команда мастера такие есть но просто вот судя по игре реально и авангард вот смотришь ну для они не могут создать понял будто в равных вот даже ткачев в душе они забивают большинство в порядке но если не будет удаление или там если большинство не пойдет знаешь сначала сам поэтому вот я здесь т.м. лучше зайду чисто на риск но я даже не 5 меньше 4 попробую точный счет я думаю будет типа может 22 такое ничего ничего в основной короче ставлю как вариант да кстати ничья частенько сейчас просвечивается прям во всей линии частенько эти ничьи какие-то немыслимые на последних секундах там и так далее поэтому тоже как вариант где-то можно и куда-то заиграть но я ничего не буду говорить но я просто чувствую будто будет то что матч такой будет без момента да плотненький и авангард на выиграть я думаю там крыльц уже на грани отставки ну если его не сливают конечно ну если они выиграли вчера овертайм и все что уже пофиг что выиграли два очка набрали а к тому то что ничего страшного а по игре это на самом деле пиздец а так выиграли два очка и ну и там сейчас наверно пофиг опять а в итоге торпеда проиграет и опять будет разговор даже видишь крыльц виллы шахченко с крыльцом говорит шахченко что ты взтираешь я говорю даже там непонятная атмосфера даже в команде и я говорю вот смотришь на ткачева вот опять вот я смотрю матчи ну не знаю ну это вот чисто мое мнение то что человек не тот человек который может сейчас взять знаешь перевернуть игру взять на себя там что-то ну просто ездят катаются до кайфу ну так это все продолжается просто еще дали капитанскую по мне ну как бы сколько я играю таким игрокам никогда не дают капитанскую но я думаю дали чисто чтобы что-то знаешь поменять замотивировать взбодрить команду бойцам да игрокам которые там не знаю могут провести за собой да ну лидером он может быть и как бы и лидер но блин такой нас максимально расслабленный какой-то такой ездить не вошел в порядке да никто да никто не стоит он в порядке полном я просто то что типа этот какой-то такой он в бальяжный он как будто не надо такое ощущение то что ну вот получится забью или получится ну ладно ничего страшного ну короче они сытые уже пиздец и бушет ну чё вы там что тоже чёрный жопы рвать да сейчас просто на большинство сходу выйти бросит забьет порадуется все поэтому такой первый матч 4,5 меньше берем потом акбар северсталь акбар северсталь я думаю то что акбар дома должен эту серию провести прям ударно во первых и я думал знаешь какую ставку напоминаю то что сейчас нет в линии то что радулов забьет он здесь матч не забивает здесь матч не забивает но сейчас я в линии не будет правильно ну давай так просто на будущее на будущее посмотрим дайте почетно кстати на канал придумаем такую зайдем обычной ставкой на эту линию и сверху еще какую-нибудь необычную добавим типа вот такой поэтому переходите смотрите потому что такие матчи вот читаются ну не то что читаются но вот как хорошая ставка я уверен будет нормально коэффициентно даже на гол или на очко радула я думал 100 процентов на 5 больше будет по любому хорошая ставка очки на работе копейки конечно как но гол я уверен что там будет по двойку будет учитывая то все еще не забивают ну и не знаю там я думаю такой будет открытый хоккей ну смотри тут нормально дают кэф на 5 больше за 185 но я просто взял акбарс индивидуально кидают больше да я три с половиной больше до 255 нормально все по сути да ну чё если акбарс попёр и он у них есть настрой то есть мы видим этот же амур он сносит просто как как все домой 5 и вот северсталь играла с локоши да последняя игру нет то что они там отлетели жестко типа там я не помню сколько но они там 05 или что ты посмотришь 05 и было 05 и было не путаю но да не против таких команд значит схематически мне кажется им тяжело играть и в легко знаешь там сыграть сочи с торпеда кинь нибудь которые просто ну вот и кучу хоккей бегают играют и следующий матч что ты взял здесь 5 и какой-то матч но амур это вообще честно по мне это реально пара по игре просто ужас реально сколько там не сможем мы ждали все головы от них каких-то ну по идее если все должно быть логично и будет они как обычно сейчас происходит к хелту авто должны убивать дома у себя так точно я думаю прям блин я не знаю не хочу там говорить то что там все они в порядке насколько я смотрел по игре дома но они прям в порядке они там этот нефтехимик первом периоде помнишь этот матч когда они там тб сыграли 4 2 но они в первых просто уничтожили то есть там вообще не было никаких даже шансов дайте химик и того же что я помню поэтому я знаю я такую рисковую зайду ставку победу через тотал меньше какие там дают просто здесь логично то что мне кажется если честно мур там меньше двух тоже там одно они забьют руку это но через тем какой победа и 5 и 5 меньше 265 года вот это вот сушу победу что за 6 и 5 меньше за 230 ну а давай даже это для уверенности можно и 5 с половиной взять реально точный счет у меня ставка на мальчика не знаешь будет типа 3 1 4 1 ну причем такой играющий согласен типа это знаешь это не такой которых пора общество собранный тогда посадить все исходы там реальные но они дотаем вот рискованный первый допуст торпеда это все таки так что акбар 4 гола может эти ну победа обычно авто как и должна быть 5 меньше то есть не прятали там 61 какой-нибудь но если только от него какой-то знать чудо ранее сучиться что амур 2 забьет когда никогда жизни не забивал 2-0 и да ну и уже не удивлюсь этому но если будет все логично мне кажется это нормальные исходы акбар 3 5 больше это хоть и большой я говорю тут будет на самом деле акбар такая команда все зависит от настроения их не наш если бы у нас было но вот у них реально все идет как-то это настроение ну вот они вышли на амур 1 домашний мать 5 голов блин там вот выдавали сколько 11 на наш ставку 175 на три гола барса не просто не проиграют это бетон это бетон буквы сначала все рассматривал просто взять победу и индивидуально кто-то больше вас блин за кэп 2 потом думаю ладно перестрахуешь лишний раз еще раз возьму сексом типа не проиграют тут просто 5-1 и вообще так согласен на сигарете смотрел хоккей кайфовал то есть вот так барс такая команда от настроения поэтому сапка тоже играюще смотрите сами ну посмотри лучше так вот этот экспресс можно даже ординарами разбирать там кэф и выше двойки каждое событие сидишь мне столько в личку пишут вот сегодня не станут человек типа не зашел кэф 77 тысяч рублей ставил у меня там доехала вся линия хоккей ну у меня хоккей там что-то футбол кита монахо были то есть но там и он инхэйл собираться инхэйл скоро будет готовимся потихоньку смотрю там видосы будет интересно реально ну вот даже вот я все это время думал ну вот чикаго сейчас воспри они типа начнут играть нормально и 6-1 они отличили детройту да блин ну бедерд конечно вилл видоса видит что-то есть честно лучше получу посильнее быть может кэш состав я не смотрел за конечно состав очень ждем поэтому скоро тоже будем такие же матчи разбирать скорее всего может первую можно первую сразу зайдем рискнем а потом уже будем отталкиваться что видим посмотришь после режимом-тяжело невозможно посмотреть ночью эти матчи тоже не то что невозможно ну когда не знаю а пережим будет возможно просто ничего не очень хочется реально невозможно clutch watch course Walker- calculations 60 до Protestant будем знать посмотрите а так не знаю мы тоже вам читать новости будет abstract и вот и кстати пацаны по поводу инхэйла нужен хороший не знаю каппер аналитик и нужны вот эти знаете пацаны которые лудят нон-стопом, думают, о, сейчас напишу, братели, буду ему давать ставки, за это зарабатывать. Нет, этого не надо. Во-первых, нужен грамотный человек, взрослый, не нужны там эти школьники, которые посмотрели год, НХЛ, посмотрели по флешкоре ТБ, значит ТБ, ТМ, значит ТМ. Нет, такого не нужно, нужен грамотный человек, взрослый, который реально там уже несколько лет хотя бы смотрит хоккей, следит за ним, разбирается, и особенно в НХЛ. Поэтому, если ты таким являешься, напиши, пожалуйста, мне в Телеграм, все ниже, ссылка на Телеграм, в личку, пообщаемся, и что от меня гарантируется, это хорошая зарплата, я хочу, чтобы зарабатывали, я зарабатывал, ты зарабатывал, кто будет работать, и мои пацаны, которые подписчики, вместе со мной будут заходить на после оплаты и так далее. Поэтому от тебя требуется просто, не знаю, адекватность, сейчас по видосу немножко обрезался, в общем, от тебя требуется адекватность, реально, чтобы ты разбирался, не надо, пожалуйста, не трати не мое время, не ваше время, если ты там, блин, посмотрел, там, я не знаю, во флешкоре, реально, эту статистику, и что ты там пытаешься выдать, не надо, потому что на мне большая ответственность, меня много народу уже смотрит, нас уже даже на Ютубе больше 1600, спасибо вам большое за это, и в телеграмме большое количество народу, как бы заходят люди, люди доверяют, я не хочу подрывать это доверие, поэтому хочется собрать такую небольшую команду, я также буду принимать в этом участие, то есть ты где-то можешь обсуждать, будем эти ставки, поэтому напишите, пожалуйста, кто готов поработать, зарплата будет хорошая, то есть ни в коем случае не буду жалеть, то есть, возможно, даже если ты будешь хорошо давать ставки, если ты там где-то параллельно работаешь, есть вариант такой, то что можно будет, наверное, не буду ничего загадывать, но зарплата будет хорошая, можно будет уходить с той работы и концентрироваться только на NHL, и именно на эти ставки, поэтому напишите, всем спасибо за просмотр, будем болеть, ставьте лайки, подписывайтесь, и обязательно ныряйте в телегу, там много чего интересного.